Собака, собака, ты собака, я собака, собака, ты собака, я собака, собака, ты собака, я собака, собака, ты собака. Привет, друзья, это Егоров с медиаскандалами. Можете придумать название этой рубрики сами, напишите в комментах, ну а я сразу к ним, к скандалам. Еле заделся, блядь! Первое. Дмитрий Кузнецов по-прежнему не собирается приходить на матчи МКС и не хочет иметь никаких дел с самкалом. Скажу больше. Несмотря на то, что происходило на конференции МКС, он считает, что пенальти в ворота Тодротс на 90-й минуте не было, потому что Лешук сам задерживал игрока Тодротс руками, ну а в ворота Амкала наоборот было. Ходить на матчи МКС, повторю, Кузнецов не собирается и готовит команду Кубку России и КМФЛ, которой у Кузнецова претензий не было. Второе. Опять в Бамкале, хотя скорее о броках. Вчера мы в шутку решили разместить информацию и голосование о том, кто из игроков броков перед игрой с Амкалом хотел бы покинуть команду и попасть куда? Естественно, в Амкал. На выбор было представлено 10 различных кандидатур, но почему-то сразу же Герман и Бара написали о том, что Илюха Давыдов хочет в Амкал. Может, они ему уже делали предложение? Если у вас есть какие-то мысли, тоже напишите в комментах. Ну и ладно, посмотрим, что получится у Амкала и с Давыдовым и с полуфиналом МКС. Следующий наш соперник в полуфинале как раз таки Амкалу, который я считаю, что мы должны обыгрывать, так как мы на данный момент самая сильная команда, и выигрывать первый трофей для Брокбосса. Что будет дальше, посмотрим. Кстати, все подробности этого и других трансферов у меня в телеге. Обязательно подписывайтесь и на мою, и на Давыда тоже. Дальше о Тудротс. Вчера Александр Овечкин заявил о том, что болеет за вот эту семью, частью которой он является. Ребят, ну вот главный вопрос для Александра. Тудротс или Амкал? Тудротс. Тудротс? Вы же. Мое-мое. Правда, есть подозрение, что Овечкину плевать и на Амкал, и на Тудротс, и что если бы его спонсором был Бутбум, он бы сказал, я болею, забыли. Какая у тебя камера, нихуя, какая красивая, обожаю тебя, да, выдуманная. К неочевидным темам. Некита задолбала собака. Просто смотрите, если еще не видели. Ты собака, я собака, собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты 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 собака, ты собака, ты собака, я собака, ты 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 соб Олега Майами, а Олег Майами есть у нас в спорте. Из команды Льва Олег никуда не собирается уходить, о чем он сказал на стриме у Амирана Сардаров. Он один ушел? Резко решил свинтить и ушел. И Дима Тарасов ушел. И мне с Аней мы разговаривали. Типа, приезжай, поговорим. Вот. Но я остался на спорте. А почему ты остался, если он тебя приводил? Я остался на спорте, но потому что ты же знаешь, что вот это вот человечное у меня, оно же вперед всего остального просыпается. Я сразу же подумал о том, что перед началом сезона это не очень правильно оставлять пацанов без там, ну без поддержки. Кстати, очевидно, что Амиран тоже будет в команде на спорте. Лев, откуда деньги? Просили не говорить тебе до тех пор, пока я не поговорю о са. Что ж, когда ты говоришь на спорте, ты сразу вспоминаешь Сашу Текилу. У него тоже все хорошо, а может даже лучше, чем у Льва. Ведь они с Димой Тарасовым создали команду Родина Меди. Леонид Викторович, здравствуйте, как у вас дела? Тоже хорошо, спасибо. Мы тут с Сашей Текилу команду создали. Я видео Родина. Пока мне процедуру делают, Тара с Суцким разговаривает. Спасибо, вам удачи. Спасибо. Да, все хорошо, спасибо. Чтобы вы понимали, футбольный клуб Родина принадлежит бизнесмену Ламакину, который сейчас живет на Кипре. Он миллиардер, у него есть много активов футбольных, в том числе по миру разбросанных. Нет только одного медийной составляющей. И благодаря Текиле он хочет ее восполнить. Поэтому у Текилы будет бесплатное поле, бесплатная возможность играть на хороших стадионах. И, я думаю, в том числе и определенного рода финансирование. Что ж, желаю, чтобы у ребят все получилось. И коллаборация привела Родину в РПЛ к заполненным трибунам. А Сашу Текила к несметным благам. И еще, чтобы он за эту Родину пробил в пенальте в финале Лиги Чемпионов, например. На спорте же получилось. Я собираюсь пробить эту коллабору. Насколько смогу, вообще сделаю все возможное, что мне все. Да, кстати, список новых команд на этом не заканчивается. Потому что есть еще новый клуб, в котором будет Эльдар Джарахов, Майот. Я так понимаю, что Оджи Будда. Но они должны были быть в одной команде, а теперь будут в новой. И вроде как там серьезный проект, которым заведуют Гуди. А я так понимаю, что Гуди связан каким-то образом с Зенитом. Потому что то ли родственник у него там работает. Ну, это мы еще разберемся. В общем, еще один клуб, где будет много звезд. И где будет все хорошо. Получается, раз, два, три команды заходят в Медиалигу. Ну, а те, кто очень хотел туда зайти раньше. Ну, придется, наверное, потесниться. Мы объявляем набор красивых, сочных девчонок в Черлидиш, которые будут выстраиваться в пирамиды и так далее. Настолько. Да, и поддержки тоже будем делать. Подкидывать друг другу воздух. Все для того, чтобы заведеть пацанов на максимальный результат и поддерживать. Пишите тогда нам в комментариях, присылайте. Если у вас есть такие группы, девчонки, мы вас увидим. Блин, Милха, ты просто. Спасибо. Ну и последнее. Радостное известие в преддверии матча Амкала и Броков. Дело в том, что Игорь Амкала и Тудроц очень хорошо смотрели по центральному телевидению. Помни, как будто у тебя ебало Фидоса, блядь. Ты не понимаешь этого. А он сейчас вспомнит и возьмет, блядь. Ты не думал, а ты кипчик, а? Кто? Возьмет, возьмет, возьмет. Тот нервничает. Да! Да, блядь! Да, блядь! Игра Амкала и Тудроц очень хорошо смотрели по центральному телевидению. Понятно, что в три раза меньше, чем игру Спартака и Динамо. Причин, почему это хорошо, несколько. Ну, во-первых, матч Амкала и Тудроц начинались в будние дни в прайм-тайм. Вы скажете, о, прайм-тайм, наоборот, должны хорошо смотреть. Нет, в прайм-тайм хорошо смотрят сериалы, информационные программы и выпуски новостей. Поэтому рейтинг 2,5-3 – это идеальные показатели. Вот, собственно, и все, друзья. Порадуемся за наших. Надеемся, что сегодня будет много интересных новостей. Придумайте название рубрики. Пока. Сделаю ее за 20 минут. Василий, Василий, надо туда-сюда, туда ходить. Работаем. Готовим. К чему готовишься, Сергей? А? Мы к чему там калку. Бля, ебать. Там-там-там. Там-там. Там-там.